Добрый день, дамы и господа! С вами Владимир Добров. И накануне финального матча, накануне полуфинала России-США, я решил показать вам то, что происходило чуть ранее. А именно сегодня у нас в подробности четвертьфиналов. Интереснейшие события на пути к полуфиналу случились в четырех матчах. Безусловно, одним из, к сожалению, драматичных матчей и драматичная концовка случилась именно в противостоянии Индии и Армении. Сборная Армении, к сожалению, выбыла из соревнований после невероятно совершенно казуса отключения интернета у Айка Мартиросяна в ничейной позиции при счете 2,5 на 2,5. Связь армянского гроссмейстера прервалась, после чего, несмотря на апелляции армянской стороны, решение было вынесено в пользу Индии, после чего сборная Армения решила не продолжать участие в этом престижном соревновании. Таким образом, Индия вышла в полуфинал, а забегая вперед, как мы видим, уже ожидает победителя противостояния России и США, который состоится уже завтра. Но Азербайджан-Польша был по накалу очень серьезный матч, который буквально на секундах, буквально именно на секунды решали в этом матче. И противостояние закончилось с Армагеддоном, совершенно драматичная концовка в партии девушек произошла. Россия достаточно легко справилась с Венгрией, что можно сказать, наверное, все-таки о противостоянии с Украиной. США уверенно обыграло Украину, но обо всем по порядку. Мы, безусловно, посмотрим эти некоторые события, которые я вам приготовил. Итак, начнем мы с партии, которая случилась во втором туре противостояния Азербайджана и Польши. В этой партии Мамедов-Рауф играл против Радослава Вайташека. И у Рауфа в этом матче в сборной Азербайджана надо было обязательно выигрывать, потому что в первом туре они проиграли Польша. Им нужна была только победа. Вот в этой достаточно интересной позиции, где у белых есть возможность съесть качество на F8. Или, может быть, как-то продолжить пока развивать инициативу. Рауф продолжает атаку на короля. Играет G4, посмотрите, вскрывает игру, вскрывает игру и вскрывает, пытается открыть линию H и G. Очень интересный темповый ход. Радослав принимает эту жертву, а G, ладья H1. Ну что же, очень тонко все, крайне заманчиво. F5. Вайташ, как мы видим, тоже готов к встречным курсам, но следующий ход потрясает своей глубиной. Ладья G1. Рауф играет очень интересно, и этот ход настолько хорош, что даже сразу, конечно, такое в голову может некоторым не прийти. Но идея этого хода, как мы сейчас увидим, в следующем. Ладья F7 играет Радослав Вайташек. И мы видим, что вот эта вот, как сказать, великолепная четверка и вратарь, да, только там пятерки не хватает, рушится из-за такого хода F3. Вот очень красиво сыграно от Рауфа. Рауф всегда славился своей комбинационной игрой, и подобное вскрытие позиций, конечно, заслуживает очень серьезного внимания и аплодисментов. Сыграно очень красиво. Итак, слон F8. Радослав просто даже не понял, как ему играть, потому что дорог хороший совет. Но можно попытаться было сыграть B4. Но тогда белые закрывают игру. В случае взятия коня на E4, белая ладья врывается и очень быстро завершает атаку уничтожением пешки на G6. В случае G5 страшнейшая инициатива после ФЕ. Опять-таки, все возможные удары начинаются. В случае отхода любого коня на F4, скажем, белые могут пойти Е5. Открывается еще и слон. Мы видим здесь страшные инициативы, всего лишь за фигуру. Черные фигуры, к сожалению, белый король, черный король в опасности. Но этот Сыграно-Слав сыграл слон F8. После взятия на F8, конь D6, белые сохранили все атакующие действия. Несмотря на то, что у них сейчас пока не хватает целых двух пешек, позиция черных уже плоха. Радослав решил защищаться. Владя G7, FG, грозится скрытие ходом GF. Попытался он закрыть структуру. Но теперь открывается белопольный слон и вторжение ладьи на H6. Опять-таки, грозит взятие на G6. Ферзь Е7 и неспешный ход ладьи H1. Можно было сыграть и G5. Тоже, в общем-то, наверняка фиксировало результат. Но Рауф очень все четко делает после хода ферзь G5. Играет ферзь H2 без всяких красивых эффектных комбинаций. Ну, эффектная комбинация была. Можно было взять слоном на G6. Но вполне возможно, Рауф не захотел играть, скажем, какую-то такую позицию. Там, с учетом времени, это, в принципе, нормально. Сыграл попроще, попонятнее. И напал просто три раза на H7. Посмотрите, опять-таки, вот мы в предыдущем обзоре говорили о подобной пушке. Только ферзь стоял позади ладьи. Конь F6 и конь Е4. Ну, здесь некоторые изменения произошли. Черные попытались выскочить. В общем-то, наверное, часть перевеса была упущена. Наверное, Рауфу надо было сыграть немножко поточнее. Однако, после взятия слон C6, конь G4, немножко активизация черных произошла. Взятие-взятие. Ферзь Е2. Но, все-таки, король слишком плох. И мы видим, атакованный еще Е6 и Б5. А пешка С уже является проходной. И переключился Рауф на другой фланг. Мы видим еще очень точный ход король А2. И впоследствии, уверенно, уверенно, доводит партию до результата ходом слон Е8. Ну, и вот здесь был, конечно, небольшой казус. Потому что, после хода король Е8, ферзь Е6 ставила мат в несколько ходов. Точнее, в четыре хода буквально. Но, вместо этого, Рауф взял на G7. И здесь, после ферзь С4, король Б1, ферзь Д3, король А2, шах. Король Б1. Практически была ничья. Но, после хода короля А1, она была в этой ситуации. Черные могли сделать ничью ходом ферзь С3, шах. Король А2 и ферзь Д2. И нельзя уйти от вечного шаха. Но Радослав дал шах с С2. И после хода короля А3 белый выиграл. Очень симпатичная партия. На самом деле, очень глубокая атака. G4, ладержа 1, F3. Это высший пилотаж. Сыграйте, как Рауф. Попробуйте. Итак, идем к следующей партии. Идем к следующей партии. Но это у нас уже наша. Наша партия. Александра Горячкина против генерской шахматистки Хуан Тан Трам. И здесь мы видим хорошее положение коня на Д4. Доминация коня над слоном. Но конь может быть сейчас ограничен ходом Е5. Поэтому Александр играет Ф4. Обеспечивает таким образом надежное положение. Е5, конь Ф3, Е4, конь Д4. Конь опять-таки возвращается. И вот дальше начинается очень техничная идея Александра, которую я хочу вам показать. Ладья Ц5, ферзь Д2. Угрожает ферзь Б4. Так и просто ладья Ц1. Ферзь Б6. Б3 очень точный ход отгоняет слона с диагонали. Потому что на слон бьет Б3 последует ладья Б1. Черные теряют материал. Слон Б5. Ладья Ц1. И после размена мы видим, что конь занимает доминирующую позицию в центре. Дальнейшие действия Александры вполне хороши и уверены. Дальше, в общем-то, она очень технично здесь вела партию. Ферзь Ц7. Конь Е6. Ферзь Д7. Опять-таки, конь Д4. Ну и в дальнейшем, по ниточкам, по ниточкам довела дело до важной победы. Ограничив таким образом и фланг противницы. И захватив дополнительные пешки. Отъела очень важную пешку на Ф5. И вернулась обратно. И дальше, в общем-то, Хуан Тан Тран сдалась. Хорошее достижение стратегического характера для нашей шахматистки. Пожелаем сегодня успеха в матче с Америкой. Следующий пример, который уже другой лидер. Но все-таки нашей сборной, Ян Непомнящий, продемонстрировал достаточно крепким шахматистом Виктором Эрдошем. Последний ход Яна в этой позиции, где он очень намертво захватил инициативу. В частности, мы видим, пешка на Д6 является проблемой. И плюс еще достаточно неважное положение ладьи на Ц6. Несвойственное для защиты этой пешки. Обеспечивает белым достаточно длительный приятный комфорт. И Виктор Эрдош это понимает. И приходится ему искать какие-то активные действия. Потому как иначе белый просто дальше задушит черных. Игр сыграл конь Х5. Однако моментально пошла конкретная игра. Конь Д5. Взятие на Д5. ЕД. ЕД именно вместо ЦД. Потому что у белых была конкретная идея. Грозит взятие ладьи. На ладья Ц8 будет нападение на две фигуры. Как в тактическом штурме. И белый побеждает сразу. Поэтому приходит ставить ладью на Ц7. Неудачное поле для ладьи. Но опять-таки единственное. И следует важный ход Ц5. Ц5 разрывает доску. Просто-напросто. И выясняется, что черные просто-напросто не успевают ничего сделать. Ладья БЦ5. На ДЦ вы можете долго не заморачиваться. А просто взять на Е5. И после хода конь С4 возникает угроза, связанная с ходом Д6. Или Д6 сразу. Поэтому здесь у черных безнадежно. Они не успевают так не развиться. И в общем-то у них все быстро падает. На ладья БЦ5 последовало взятие. Ферзь С5. Конечно, позиция выиграна как угодно. Но тем не менее, точно до конца. Итак, Ян играет ладья Ц1. Ферзь Б6. Дает шаг. Слон Д8. И следует конь бьет Е5. Вот такой тычок. Еще один очень сильный ход. ДЕ. Ферзь Ф5. Нападает на коня. Приходится играть Ж6. На конь Ф6 побеждала. Ферзь бьет Е5. Кроль Д7 и Ферзь Ф5. И в принципе, там позиция тоже заслуживает определенного внимания. После хода Ладья Е1 создаются угрозы Ладья Е6. Симпатичные. Ну, может быть, черные могли еще как-то эту позицию держать. И пытаться как-то впекать королем на Д7. Но выглядит все это, конечно, достаточно забавно. Ну, вполне возможно, что это было все необязательно от Ян. Но эффектно Ян никогда у нас не боялся эффектно играть. И это очень приятно, особенно нашим зрителям. И после хода король Д7 Ян сделал потрясающий ход. Ладья Е6. Обратите внимание, какой ход сделал Ян. Это красивый ход. В общем-то, приятный и радует глаз. Итак, БЦ, ДЦ. В чем же была идея? Король двойной шаг, король С8. И взятие на Аш8. Слон связан. Конь не играет. Пришлось коню возвращаться на Ф4. И после Ферзь Е8 белые создали достаточно простую угрозу. Ферзь Д7, Ферзь БД8. А на Коне Е6 сыграли Б4. Вот такая вот тонкая материя. Эрдыш уже был не в силах противоборствовать этой позиции. Потому что ни одна фигура не имеет хороших ходов. Он взял на Б4. И после Владья БД8 выяснил, что у белых проходит новый Ферзь. Что, в общем-то, и случилось. Здесь Эрдыш сдался. И таким вот образом Ян продемонстрировал блестящую технику. С красивой эффектной концовкой. И последний пример, который, наверное, самый интересный именно по качеству партии. Самый такой насыщенный элементами. В ней, конечно, надо разбираться достаточно глубоко и серьезно. Это партия Антона Корвова с Шенкландом. Итак, здесь была известная система антимиранов в славянской защите. И ход слон Е2. Реже встречающийся. Менее популярный, чем ход слон Д3. Но, опять-таки, достаточно ядовитый, видимо. Е4, Е5. И вот в этой позиции после взятия следует ход конь Х4. Конь направляется в район поля Ф5. И так давно идея, в общем-то, это и известная. Идея в том, что на Б4 белые все равно играют конь Ф5. И получают колоссальный перевес. В случае БЦ. Владья Д1. Чёрная, в общем-то, здесь терпит серьезные неприятности. Скажем, на конь Е8. Возможно, просто Ферзь БЦ3. И буквально вчера я играл по позиции Чёрной. Неожиданно вспомнив... Неожиданно об этой партии. Вот так вот случается. И так, поэтому Ж6 сыграл Шенкланд. Не дал таким образом попасть на Ф5. Но вот последовала конкретная игра. Ф4, конь Ж4, Ж3. Ша, король Х1. Чёрные также нападают. Конь Д1, слон Д4. Все фигуры начинают подвисать. И основная тематика в том, что чёрные впоследствии начинают открываться у слона. Слон Ф3, С5. Е5. Вот такой вот боевик. И конь Д5. Конь Д5. Чёрный направляется в район поля Е3. Конь пока на Ж4. Его скушать никаким образом нельзя. Из-за хода конь Е3 шаг. Невозможно. Невозможно его съесть. И так, поэтому Ферзь Ж2. Опять-таки играет Антон. Но вот идея Шенкланд, она была тоже очень глубока. В общем, видно, что это была всё дебютная подготовка. Ферзь Д7. Аш-3, Аш-5. Очень красиво сыграно. Конь остаётся под боем. Антон принципиально его забрал. Сыграл слон Е4. Но последовал ещё один. Сильный ход Ф5. Еф и ладья Е8. Вот такой совершенно дикий боевик на доске. И справиться, понять вообще, что здесь происходит, не так-то просто. Одна из идей чёрных, естественно, это взятие на Е4, используя таким образом связку по большой диагонали. Поэтому Антон уходит к королю на Х2. Следует взятие на Ф6. И после чего подготавливается ход Ж5. Одна из возможных угроз чёрных. Конь Ф2, Ж5. Позиция достигла, как говорится, пика. И мы видим, что разобраться в ней очень непросто. И, конечно, вы можете поставить на паузу и посмотреть на неё несколько раз. Может быть, она как-то вам поможет. После ФЖ последовал ладья Е2. Ладья Е2. Слон Ф2. Ферзь Ф2. Это практически единственные ходы. Ладья бьёт Е4. Слон Д2. Таким образом, биллы простились, как говорится, с лишним материалом. Но попытались консолидировать позицию. И Ферзь Е6. Создавая угрозу ладья Е2. Вторжением на Е2 крайне неприятно. Поэтому ладья Е1. И после чего возник форсирован такой эндшпиль. Который, конечно, оказался в пользу чёрных. Полагаю, что анализ Шенфланда здесь не закончился. Зная его лично. Он большой теоретик. И любит копаться в таких вот сложных позициях. Особенно, которые форсированы. Ну и впоследствии Антон очень успешно отзащищался. Хотя в какой-то момент позиция казалась его плохой. Но лишняя фигура здесь казалась не такой критичной. Несмотря на то, что чёрные имеют лишнюю фигуру. Позиция уже уравнялась. Ну и в дальнейшем, в общем-то, всё дело дошло до голых королей. Практически очень классная, интересная партия. Насыщенная тактическими ресурсами. Которая, в общем-то, вот так вот завершилась письмо логично. Ну что же, вот такие вот у нас были партии четвертьфинала. Я вот хочу ещё раз вам показать таблицу. И мы видим, что Индия в финале и в ожидании России и Польши. Россия и США, прошу прощения. Ни в коем случае не в ожидании России и Польши. Потому что матч за третье место нам не интересен. Так что будем надеяться, что сегодня наши смогут порадовать болельщиков. И побороться с Индией в финале. Болеем за наших. Желаю всем успехов. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok